физическая культура раздел лыжная подготовка 5 класс тема урока обучение элементам техники передвижения цель урока знать и понимать важность здоровье сбережения знать и определять собственные умения и умения других для улучшения выполнения двигательных действий выполним упражнение узкая стойка ног руки к плечам круговые вращения вперед 4 раза назад 4 раза упражнение начинай 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и 1 2 3 стой следующего упражнения левая рука прямая вверху право внизу рывки руками на 1 2 на левую руку на 3 4 меня положение рук на правую упражнение начинай 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и 1 2 3 стой следую упражнение упражнение за мной повторяй 1 2 и 4 1 2 3 4 раз 2 3 4 и 1 2 3 стой следующее упражнение у нас магию руками вперед 4 раза и назад 4 раза упражнение вперед начинай раз 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 стой 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Следующее упражнение у нас. Левая рука на поясе, правая вытянутая вверх, прямая, голове прижата. На 1, 2 выполняем наклон в левую сторону, на 3, 4, меняя положение рук, право. Упражнение начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Следующее упражнение у нас. Широкая стойка ног. Ноги обязательно прямые. Руки за спину. Глубокие 3-пружинистого наклона на 4 в исходное положение. Смотреть только вперед. Упражнение начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Ноги обязательно встряхнуть. Восстановить дыхание. Следующее упражнение. Выпады. Выпад с левой, либо с правой ноги вперед. Как вам удобнее. Руки на колено, либо руки за спину. В данный момент мы выполним руки на колени. На 1, 2, глубокий пресс на левую ногу, на 3, 4, на другую ногу. Меняя положение ног. Упражнение начинай. 1, 2, на другую ногу. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Следующее упражнение у нас. Перекат. Клист выполняем на левую ногу. Относительно левой ноги. Правая у нас в стороне прямая. Носок на себя. Опоры руки сбоку от правой ноги. Левая рука протянута к носку. Выполнить прыжинистый. Наклон на правую ногу. С перекатом переходим на левую ногу. Упражнение. Начинай. 1, 2, 3, 4. Перекат перешли на другую ногу. 1, 2, 3, 4. Пытаемся головой достать колено. Эффективнее будет для рук мышц ног. 1, 2, 3, 4. Теперь побыстрее покажем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Встали. Ноги стряхнули. Также перекат выполним в другом упражнении. Руки вперед. Также приседаем на левую ногу. И приседания. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Стой. Встали. Ноги обязательно стряхнуть. Следующее упражнение. Круговые вращения. Колено в суставе. Право 4 раза. Влево 4 раза. Упражнение начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Стой. Ноги стряхнули. Следующее упражнение. Прыжки на месте. У меня положение ног по-разному. Кому как удобно. Упражнение. Начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Стой. Восстанавливаем дыхание. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Разминка окончена. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Первое. К уроку допускается учащие прошедший медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к занятиям лыжной подготовкой. Одеты по форме. Второе. Перед началом занятий учащие должны проверить исправность инвентаря. Третье. Со звонком учащие строится в определенном месте с лыжным инвентарем для проверки и готовности к уроку. Четвертое. При выходе из школы переносить лыжи строго в вертикальном положении. При передвижении соблюдать интервал не менее 1 метра. Пятое. Обувать лыжи только на месте занятий. Шестое. При передвижении по трассе соблюдать дистанцию не менее 3-4 метров. Седьмое. При торможении запрещается выставлять палки вперед. Восьмое. Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю о первых же признаках обморожения. Девятое. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии сообщить об этом. Учителю. Одновременный бесшажный ход. В одновременном бесшажном ходе лыжник все время скользит на двух лыжах, поддерживая скорость сильными одновременными отталкиваниями палками. Подъем елочкой. При подъеме елочкой лыжник передвигается вступающим шагом. Обе лыжи ставятся на внутреннее ребро под углом к направлению движения с разведенными в сторону носками. Палки для опоры ставятся позади лыж. Высокая стойка. Характеризуется сгибанием ног в коленных суставах в пределах 160-140 градусов. Лыжи расставлены на расстоянии 15-20 сантиметров. Положение туловища зависит от решаемых задач при спуске. Если лыжник хочет погасить скорость, то туловище располагается почти вертикально. Если нужно увеличить скорость, то туловище сгибается почти параллельно склону. Применяется стойка главным образом. При необходимости уменьшить скорость и наиболее крутых склонах. Иногда эту стойку применяют для отдыха или лучшего просмотра незнакомого склона в начале спуска. Длительно спускаться в высокой стойке нецелесообразно. Слишком велика потеря скорости, да и преодоление неровностей склона тоже затруднено. Низкая стойка применяется на открытых пологих склонах, длинных и прямых участках спуска. Для достижения наибольшей скорости. Туловище параллельно склону. Руки вытянуты вперед и предплечьями касаются коленных суставов. Кисти вместе. Низкая стойка применяется для длинных пологих ровных спусках. Когда надо дальше сохранить скорость. Торможение плугом. Выполняется за счет сведения носков лыж и разведения пяток в сторону. Лыжи при этом ставятся на внутренние ребра, а ноги слегка сгибаются в коленях. Этот способ торможения применяется при спусках с небольших пологих склонов. Спасибо за внимание. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok